привет так все поехали название написала смотрите вконтакте там много сегодня знакомых из фейсбук а ну да потому что же объединяются две соцсети но основная у меня соцсети instagram давайте я здесь напишу название тоже название у нас будет какое правило правило желаний правило желаний так завтра еще будет кстати пост такой свой с коллегами в инстаграм так прикрепить прикрепила тоже будем мы разные разные коллеги разные психологи такой у нас будет круговая такая движуха будем рассказывать о правилах желаний каждый со своей колокольни потому что все разные принадлежат к разным школам разные видения сейчас вконтакте мне что как-то не нравится вот итак друзья мои пока вы тут собираетесь парочку минуточек так добрый вечер добрый 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 значит говорим сегодня о правилах желаний про что я говорю про желание да и про то что многие многие заморачиваются правилами желаний сегодня разберем их такой знаете уже забегая вперед будем говорить о том что никаких правил нет итак если вдруг мы с вами не знакомы давайте знакомиться меня зовут ольга сирота я профессиональный психолог я не не кухонный гуру не диванный эксперт я именно профессиональный психолог с дипломом с высшим психологическим образованием вот и почти 20 лет 18 я уже веду частную практику и мы будем с вами говорить о желаниях с точки зрения психологии без магии такой знаете без примитивной магии да хотя нормально отношусь к всяким эзотерическим штучкам вот разберемся и поговорим с точки зрения психологии о желаниях потому что сейчас там уже видите что сейчас эта тема понеслась 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 тема подведения итогов года тема планирования года будущего тема загадывания желаний там забрасывания можно уже сейчас забрасывать можно там есть бумажки в шампанского новый год вот об этом и поговорим какие вы знаете правила загадывания желаний давайте что-нибудь тоже говорите мне я вам подсказываю дал например нужно загадывать желание прописывать в настоящий времени да или там на растущую луну или еще что-то знаете все такие правила да друзья мои давайте что-нибудь такое мне как какую-то обратную связь давайте немножко разгонимся ага вижу вижу привет настя тоже у меня здесь давайте какую-то обратную связь сердечки плюсики без частиц о точно да без частицы не кстати я сегодня когда перечислял забыла это да 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 то есть эти правила мы знаем и давайте проверим насколько они действуют я вас немножко буду так скажем расколдоловать расколдул вас от этих сильно таких замороченных правил а которые вас открыли отвлекают отвлекают на самом деле от такого серьезного планирования или от волшебного планирования очень отвлекают а если я не верю в эти загадывания вот отлично мы как раз с этим здесь и собрались чтобы разобраться что здесь такое так скажем помогающая что мифы а потому что такая у меня основная из тем это развенчивание мифов пси-попсы основной мой сейчас курс многие знают самооценка миф будь любой да потому что самооценка тоже миф и к психосоматике это слово тоже затасканное очень мистифицированное да и про желание то же самое про то что вот эти вот правила про то что вы все как будто бы управляете вселенной вот с этим мы разберемся я тоже перестала верить загадывания да но посмотрите здесь опять же до про ожидания мы загадываем и и чем там хотим увидеть и что мы там хотим сделать конкретика плюс экологично да вот отлично отлично все эти правила да уже вы все знаете чем же она могут помешать почему я говорю о том что я вас немножко расколдую от этих правил потому что вот сейчас тему я туда подняла потому что к 31 сейчас все понеслись все готовится 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 вы мы уже сегодня так похоже на загнанных лошадей да как будто бы после 31 жизни уже нет 31 и после жизни уже есть она будет продолжаться сегодня не помню в инстаграме точно не помню где еще выложила пост про лошадок этих лошадок в пражских потому что я буквально вчера вернулась из праги этих лошадей все время я схожу тискаю и идея это вот уже давно собственно созрела смотрите как мы можем загадывать желание например вот я гуляю по праге мне нравится можно ходить я размышляю там как здесь люди жили и ходили по этим булыжным мостовым там и 500 лет назад а и было бы здорово здесь гулять вечно чтобы была крыша над головой и было питание и все это здорово и вот я смотрю на лошадок да у них ведь от этого все сбылось понимаете у них крыша над головой есть у них питание есть по мостовой они ходят целыми днями особенно сейчас когда рождество на целый день дребеденец лошадки там носит по кругу а что такое лошадки сделали может они в прошлой жизни были такой вот оли как я загадывали себя желание но как тут неправильно загадали и их там вот лошадиный бог как-то недопонял а теперь они гуляют по праге целыми днями сыты обуты об этом или до этого ли мы имеем ввиду когда свои желания загадываем и знаете есть такая история она по правде вы их таких историй аналогичных много да когда мужчина например хотел жить в париже просто хотел жить в париже да он стал заниматься музыкой как-то там значит поехал в париж какую-то там группа музыкальная только что у него было ну в общем как это часто бывает до представители вот этой вот богемы он немножечко спился потом немножечко спился вообще хорошо и жил он под мостом да то есть вроде бы вроде бы то же самое вроде бы желание сбылось хочу жить в париже пожалуйста да но где конкретно в париже до под мостом ли ты хотел это ты это ли ты имел ввиду дорогой товарищ или женщина часто рассказываю своим клиенткам эти примеры а когда женщину так как в основном у меня женщины клиентки до женщина занята поиском пары да она хочет создать отношения и среди прочего она прописывает например желаемые характеристики будущего мужа да как каким он должен быть что-то подобное и кстати вот эти вот листочки которые мы создаем когда женщина встречается вот этого принца она это очень часто она достает от листок и говорит боже мой вообще просто по списку там так и идет да здесь ничего удивитель нет потому что это просто работа мозга так вода женщина природная у нее был списке написано про мужчину чтобы он хотел зарабатывать да то есть она имела в виду чтобы он был активный да чтобы как-то не сидел на месте все время там хотел зарабатывать вот и когда назначить лица своего мужчину сегодня было хорошо все было по списку но у него не было дохода и он постоянно искал какой-то доход то есть по списку это так и значит хочет зарабатывать вот он у нее все время хотел а когда она мы с ней разбирали она смеялся говорит что следующий раз она будет более конкретно писать вот эти желания понимаете но смотрите все подобные истории вы слышали тоже да с одной стороны вы тут прописаны цели по или там мечтания мечт с одной стороны важно 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 внимание к деталям но с другой стороны так как мы с вами здесь все-таки с точки зрения психологии разбираем с другой стороны здесь нет какой связи а это те моменты на которые вы просто задним числом обращаете внимание на самом деле здесь нет особой связи вот есть история про мужчину в париже есть куча других историй да где люди переехали в париж и живут там хорошо есть куча историй где люди хотели приехать в париж так туда не переехали да есть куча историй где женщина пишет пишет список ничего у нее не происходит а все это как раз и называется когнитивные ошибки на которые мы обращаем внимание и здесь идет нарушение причинно-следственных связей а здесь логики то на самом деле нету никакой а там где нет логики да там нет и критического мышления это уже может быть опасно вот именно если мы сами говорим не с точки зрения кухонной эзотерики а с точки зрения психологии а здесь нет причинно-следственных связей все эти истории как мам могли бы да быть так и могли бы не быть вот эти вот переезды там загадывание кого-то загадал случилось у кого-то загадал не случилось мы это притягиваем за уши понимаете на куда я клоню почитаю что здесь пишут так давайте вконтакте посмотрим так 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 конкретика экологично так это очевидно рассказывает сказки про яблочко на блюдечке опа бинга iphone да 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 так оленька это шизофрения и слава богу да тут в интернете не спрашивать правку психиатра да так сказки понятно что у нас в инстаграм так 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 я тоже перестала верить загадку желание должно быть только про себя да это мы вот хорошо я сейчас подпишу вы мне по подсказали до желание про себя про себя без частицы не без не конкретно конкретика так это мы о правилах еще поговорим потому что основная тема да правила загадывания желание так вот как как еще проявляется вот это да спасибо спасибо добрый вечер на спасибо за сердечки я вижу что вы здесь со мной о сколько же больных людей ну на что да вот мир переполнен тайными так вот так куда куда мы сами дальше идем да про причинно-следственные связи потому что это важно смотрите да как мы говорим все эти истории да вы слышали или когда человек рассказывает о важности вот этих правил он говорит что вот жила-была женщина да и она очень устала у нее был там куча детей когда она устала она все время мечтала отдохнуть полежать и вот там сломала ногу например да или там у нее был грипп и что и что то есть мы задним умом притягиваем сюда вот эти вот то есть мы объясняем причину и следствие именно задним умом задним умом они не объясняются если мы вернемся к логике вернемся к критическому мышлению то мы вспомним о том что куча женщин мечтает отдохнуть куча из них так и не удается отдыхать куча из них да может отдыхать только когда заболеет и это что это тоже не чисто психосоматик которую могли бы назвать да куча женщин хочет отдыхать или она не хочет отдыхать и просто ломают ноги то есть желание вот эти ваши вот так не работает мы с вами не можем управлять вселенной вот так вот я хотела отдыхать и вот я сломала много вот поэтому я отдыхаю нет вы могли сломать но потому что у нас хреновый асфальт поэтому могли сломать ногу понимаете и когда у нас вот эти причины следственной связи нарушены это называется событие которое произошло после не обязательно произошло в следствии то есть она сломала ногу после того как она думала это не значит что она сломала ногу вследствие того что она думала понимаете то есть критическое мышление оно важно потому что если вы его не используете то вам легко манипулировать на вас вами просто влиять да это и маркетинг рекламы да это впаривание вам каких-то продуктов все кто люди попадают тоже так же да когда критическое мышление отсутствует и собственно невроз невроз тоже здесь когда вы слишком сильно начинаете заморачиваться вот этими правилами когда вы боитесь неправильно подумать неправильно сказать потому что тогда же я притяну неприятности да с чего бы с чего бы вы вообще так вот вселенной управлять то можете нет это самое как самый добрый знак самая хорошая вещь что не можете управлять вселенной не притяните вы вот так вот неприятности так ольга цепь что ты куришь так андрюх наверное тебя надо заблокировать покедова вот так про тролли кстати в в эфирах у меня есть целая статья они у меня все ранжированы так 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 идем дальше да вопросов нет если есть давайте обратную связь тоже сердечки можете посылать потому что я говорю много долго и хотелось бы от вас что-то получать чтобы я понимала что я не сама с собой тут разговариваю и так понятно да критическое мышление это важно а после не значит следствие да спасибо спасибо за сердечко понимаете вот дальше возвращаемся к нашим желанием я почему сказала в начале что вас расколдую потому что чем проще вы относитесь вообще к чему бы то ни было да тем вам и психика ваша сохраняя да и вообще невроз по поведение вот это вот странно невротическое тревожное оно именно от того что вы боитесь что-то сделать не так вы тревожитесь и себе добавлять еще и тогда в жизни многое происходит мы не всегда легко выдерживаем события этой жизни а тут вы себе еще добавляете тревоги засыпая себя вот этими вот правилами так что нельзя думать об этом мысли позитивно да правильно желание загадывать а у тебя вместо отдыха спина отвалится нет играйте если вы будете играть легко к этому относиться это же здорово это вот именно игра такая же как в детстве когда в детстве ребенок пишет письмо деду морозу да и у него сбывается дед мороз ему приносит он там попросил он понятно что в детстве есть там свой дед мороз во взрослой жизни возможно у вас там его сейчас нет да но это именно игра зачем вы запариваете зачем вы так портите вот этот вот тем более сейчас вот этот праздничное действие по созданию желаний там своих карт желаний мечт желаний там досок визуализации писем деду морозу то есть вы из этого можете делать целый целое такое тяжелейшие события и сами боитесь написали письмо деду морозу думать блин я же там добавил частицу не все все теперь вселенная она сейчас на меня обрушится да или боже мой карту желание то я не в тот день сделала все пипец вообще всем моим желанием все сделается наоборот понимаете откуда это это что это да это магическое мышление это опять же уводит вас туда чтобы как будто бы так управляете обществе да нет нет расслабьтесь расслабиться играть и так смотрите есть так вот когда вы когда сильно вы заморачиваетесь этими правилами да это в принципе поведение которое вы и в жизни можете использовать вот у меня недавно был там марафон марафон перед курсом самооценка миф будет любой мы там с участницами работали естественно да там с планами там немножко было иначе про прошлое про будущее да там мы эту тему конечно поднимали потому что многие участницы стали спрашивать как правильно писать а я сейчас не пишу потому что я сейчас вот должна продумать сформулировать понимаете то же самое происходит и в жизни вы оттягиваете вы растягиваете вы боитесь на самом деле раздумываете даже в это проявляется даже в таком простом ярком чудесном веселом действии как планирование или мечтание да как будто у вас нет других шансов я больше скажу вы можете загадать желание своей мечты а потом вообще передумать у нас сейчас жизнь настолько энергичны и быстро и вот даже посмотрите свои желания да там два-три года назад во первых есть желание которые перелезают да из года в год там кто-то похудеет постоянно хочет кто-то там я не знаю съездить куда-то постоянно не хочет никак не съездит а то есть такие кочующие желания ну бог с ним их можно оставить от них можно отказаться кстати тоже чтобы немножко облегчить себе себе путь вот так привет сейчас еще одного беру в контакте эфир промот вечерний эфир он такой видимо куда-то выходит вот то есть смотрите и есть желание давать если посмотрите там год два-три назад которые вообще сегодня не актуальны то есть их можно передумывать вообще вычеркивать вы себе написали желание на год да там в декабре сейчас а в марте смотрите думаете мне это не надо а если у вас нет вот этой опоры на себя да то есть вы вот это всего нас слушали всяких правил то вы боитесь передумать желание как же нельзя же понимаете а сейчас да опять же повторюсь что сейчас такой энергичный у нас мир все так быстро меняется буквально 10 лет назад может было модно планировать свою жизнь на 5 на 10 лет вперед господи да сейчас за год можно вообще профессию поменять то можно переехать в другую страну за год может учиться все что угодно на это тоже обратите внимание это тоже дает легкость что вы не можете сейчас планировать вот так вот на 10 на 20 лет вперед вам кажется что это даст вам стабильность нет это даст вам напряжение до такой вот жесткость вот такое вот напряжение к в который никуда не влезет нормальной мечты то есть иногда мы вот эти мечты цели планы пишем под ну когда какие-то события в жизни происходят а которые могут быть перестать актуальны я вот например на своем примере пару лет назад или три наверное года назад у меня вообще животные я кинолог у меня животные собаки кошки вот у меня одна кошка старенькая умерла осталась одна у нее порода ориентальный я подумал что надо вторую ориентальную завести чтобы было не скучно в свое время когда я ее заводил там 10 лет назад я планировал с ней ходить на выставки но так как у меня еще собаки я все-таки остановилась на собаках потому что ни времени ни денег на все выставки было не хватает вот я под и я прописывал желание и там я там например на ближайшие там 10 лет я прописал что у меня питомник ориентальных кошек вот я была под впечатлением да во-первых даже кошку вторую не звала она так одна и живет и когда я просматриваю вот эти вот мечты плана цели думка кто мне вообще вот как я могла такую фигню себе написать понимаете то есть это она само собой отвалится на становится не актуальным или просто переходит в разряд фантазий а когда вы можете фантазировать но фантазии они не требуют реализации можете фантазировать просто о чем-то да это тоже некая такая градация вот так вопрос как я за год сделала что тянуло три года или тогда есть хорошее выражение мне очень нравится да есть мечты которые можно реализовать за неделю а люди делают их целью своей жизни понимаете тут про то что мы тянем тянем никак не это не растянем опять же почему вот возвращаясь к участницам марафона по самооценке да некоторые тянули зацикли именно на этом чтобы все было правильно чтобы не ошибиться чтобы было чики-пики по всем правилам и вот смотрите да про правила мы с вами сегодня уже поговорили есть такое в психологии термин сдвиг мотива на цель то есть у вас был мотив вас была цель потом это немножко все сдвинулось пример очень хороший девочкам понятно то есть решили вы разобраться в шафанере там шкафу в стэнли что у вас все надо выкинуть старые вещи разобрать выделили себе воскресенье начали там оттуда все выбрасывать и нашли папочку со старыми письмами или с распечатанными фотографиями сели погрузились свои воспоминания вот это все бас глаза открываете уже вечер вот это есть двиг мотива на цель собирались вы разобраться шкафу что-то вас отвлекло и вас вообще унесло в другую сторону понимаете также у вас может происходить про в этих простых и таких здоровских сказочных действиях как например допустим вот это вот доска желание до доска визуализации по-разному она называется то есть решили вы ее сделать потому что слышали что многое сбывается опять же если относиться к этому как к игре да ну сделали потому что это тоже работа мозга пока вы наклеиваете эти вот вырезанные фотографии да мозг у вас там что-то визуализирует но понятно само собой она не сработает и сама вот эта доска сто процентов она ни у кого не сбывалась вот но это в принципе полезно как медитация это как такая практика психологическая вот вроде бы сели позвать там подружку да сели вырезали эти журналы там старый космополитен все себе наклеили так нет же вместо этого такая думаете надо почитать как правильно залезайте в интернет и понеслось да там оказывается что надо по фэншую по фэншую нужно измерить там где у вас север где у вас юг вы начинаете измерять да пока измеряли день уже кончился потом вы читаете что по астрологии нужно там в определенные места ставить да где какие-то звезды или знаки потом вы начинаете ждать растущую луну потом вы читаете что нужно оказывать левой рукой не дай бог если ты правый налепишь потому что правый а нас в этот самый ну не важно правый левый в общем одна отвечает за логику другое другая за интуицию за вот это все волшебство и надо же вот этой рукой не дай бог в другой напишет и все уже понимаете время идет и вы как и в жизни это бывает что там тянете затягивайтесь господи да боже мой почему это происходит во первых потому что нет опоры на себя чем более вы тревожны чем более вы не доверяете себе да чем более у вас расшатана вот это вот я да вот это вот то что вы называете самооценкой то что я называю вот этим вот принятием чем она у вас меньше слабее тем больше вы тревожны и вы даже делаете карту мечты то тревожно боже мой по фэн-шую написано так а в этой книге написано вот так я вам что скажу друзья мои вот эти книги все сейчас печатное слово но не такой авторитетный как раньше книга тем более интернет же господи боже мой кто написал все эти правила чем все это в голову себе берете зачем в дополнительной себе тревоги создаете напряжение это создали люди не всегда во первых профессионалы в этом своем деле не всегда даже адекватные или перепетой какая-то информация там я не знаю ста источников вот как я обычно говорю вот мы с вами сейчас до инстаграм там сколько человек во вконтакте сколько человек у кого есть знакомый редактор и мы с вами можем сейчас незнакомым мы с вами скидываемся пишем книгу и ее издаем а книгу можем писать знаете как вот в школе раньше писали такое-то как это смешной рассказ то первый человек пишет строчку жилоба девочка оля заворачивает передает другому первым 2 там пишет был у нее там рыжий хвост когда открываются ха 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 ржут потому что там галиматья понимаете и вот это вот информация вся в сейчас в интернете она вся не проверена вся перевранная это так же как мы с вами может каждый набросать по правилу мы из этого создадим книгу напишем правила самые главные и правильные правила создания желания и издадим и кто-то будет ее читать и говорит господи господи я же не так правильно загадываю понимаете то есть все это про опять же про тревожность а создавать эти карты мечты прописывать это желание это игра расслабьтесь поиграйте в этом все равно у вас не получится сто процентов если будете сидеть там сопя высунув язычок все по правилам делать вы думаете она прям вот сто процентов вас реализуется по закону больших цифр да по закон логики что-то у вас реализуется что-то нет одно отпадет второе вы просто не сможете реализовать потому что человек не может реализовывать сто процентов своих целей планов мечтаний то есть вы выйдете как сказать на нормальную статистику свою лично от того что вы паритесь вот этими вот правилами вы только еще раз повторяю себе тревожности добавляете но никак не шансов на реализацию вот этих вот и на исполнение желаний понимаете это вот про то о чем я вам говорю что я вас собираюсь расколдовать если хотите сегодня да можете там я не знаю пропеть прописать хотите эти желания сжигайте бросайте в эту самую шампанское хотите их там я знаю галочкой из форточки выбрасывайте хотите с голубями посылайте то есть делайте что хотите вот это вот личная магия да она работает потому что вы сами заряжаете свои там за письма какие-то свои планы свои какие-то волшебные вещи для этого нужна конечно опора да это доверие себе что вы устанавливаете сами эти правила загадывание желаний волшебных вещей там еще чего-то понимаете поэтому здесь именно операция на себя да и играть играть в эти правила играть в эти загадывание желаний тут же так здорово на самом деле если будете просто ошибаться можно передумывать может расколдовываю вас передумывать можно писать сне можно писать в любом времени можно потому что опять же если логику мы добавим да не друзья мои откуда вы это взяли до один шаг пишет не то есть нельзя писать там я не хочу болеть а то мост идиот он подумает она хочет болеть честно заболеет как у вас как это все просто работа но так не работает а значит в английском да потом отрицание совершенно по-другому идет как там у людей там другие правила а если вы билингва если вы на двух языках разговаривать вам как писать то ну на двух языках что ли потому что в одном не она по одному звучит другом не совершенно по-другому звучит или в настоящем времени обязательно то есть пишите хочу машину а так пишите у меня есть машины я на ней еду по трассе волосы развиваются я счастливы и довольна то есть мозг такой думает чё правда ну окей если у тебя уже все это есть все я ну все отлично ты реализовал молочинка с какой радости это когнитивный диссонанс то когда вы говорите что у вас что-то есть а психика карта у меня нету вы говорите у меня есть вот я еду на этой машине на такая замечательная то есть вы сами себе опять же добавляете проблем это чем это опять о том что включать критическое мышление опираться на себя я уверена что вы уже достаточно сами знаете перечитая всех этих правил вы можете либо выбрать те которые вам нравятся либо написать свои вот свои напишите вот дурацкие любые пишите выкладывайте свой блог там еще куда-то и их будут принимать как ну вот вы их придумали и вам они зайдут и люди будут вот по ним писать понимаете включайте критическое мышление играйте не чтобы вас не было сдвига мотива на цель а хотели карту желания сделать запарились там начали изучать вообще все что не нужно изучать давайте вопросы я посмотрю что еще я вам сказала собственно все сказал что хотела расколдовываю вас от того что правил нет на самом деле они придуманы людьми людьми они перепеты они совершенно противоречивые противоположные расслабьтесь играйте и давайте мне какую-то обратную связь я пока посмотрю что у вас тут новые комментарии так 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 в общем главное право никаких правил конечно конечно нет никто не придумал эти правила откуда они взялись любое правило берите просто через критическое мышление просеивайте и вы на выходе будет чего какое там еще писать какое нужно в какой угол карты что-то там клеить это понимаете это популярно это хорошо продается здесь же тоже еще маркетинговый момент а вот эти все карты желаний до мастер-классы по картам желаний там значит этот список как правильно создать карту желания это все хорошо продается да поэтому это так популярно когда первый раз я не услышала это было очень давно и она даже не называлась еще тогда мы просто работали именно с визуализацией на то есть мы просто клеили от души как хотелось нас была небольшая компания это тренинг был могила там ее его ольга ревкат на бондаренко если вдруг кто знает ее вот то есть мы клеили это было здорово но это был еще и как результат такой тренинга потом понесло что нужно так спросите меня как купите у меня книгу как правильно делать желание купить у меня список правил список правил понимаете это хорошо продается это тоже нужно иметь ввиду опирайтесь на себя спасибо как всегда очень полезно пожалуйста друзья мои пожалуйста так что если нет вопросов давайте заканчивать я сегодня просто вообще молодец потому что у меня свой личный бак это я очень долго хочу небольшой эфир провести а получается большой час уже там заходит есть друзья мои вопросы есть какие-то может быть пожелания или может быть я не согласен все равно нужно писать там я не знаю левой рукой на растущую луну и желаю вам да сейчас уже в это время писать пишите там что клейте делайте пойте объединяйтесь это хорошее действие вот прописывание планов да и там расклейки всяких там мечт желания помню мы с подругой собирались 2 января на ко мне приезжала своими журналами у меня были журналы вот мы вырезали просто играючи расклеивали это все это действительно такое но приятное как как медитации психологические такое упражнение вот и завтра еще раз напоминаю завтра я выложу упражнение тоже одно из упражнений по ну как по загадыванию желаний так скажем так как еще как еще один способ загадывания желаний вот и завтра вообще с коллегами мы несколько человек можете посмотреть по-разному разные способы не правила а способы там вы можете их выбирать и творить это творчество эта игра все друзья мои если нет вопросов нет пожеланий нет там еще чего-то у вас расскажите о подсознании тоже миф нет но подсознание не миф я писала писала об этом пост у меня есть да здесь просто путаница в терминологии потому что изначально бессознательно оно пришло из психоанализа но назывался и назывался именно так а подсознание но опять же ушло в народ подсознание вот это вот так тут и сложности с переводами были то есть бессознательное именно психоанализе было сознание предсознание бессознательное а потом это уже ушло в народ подсознание и на подсознание тоже все валит туда как мусорную яму если что это по сознанию меня подсознательные установки там еще что то но это тоже все такое из поп, из пси-попсы. Вот. Такой пост у меня есть про бессознательное. Всё, друзья мои, тогда пока. Встретимся ещё скоро в эфирах, потому что я приехала и готова. Да, курс по самооценке, он немножко перенёсся, потому что многие просят, получается, сейчас, как я планировала, он у нас начинается до Нового года. Ага, Илья, пожалуйста, спасибо за эфир, пожалуйста. И уходит в Новый год. Да, но многие говорят, что хочется праздник этот как-то пережить, да. Пережить без что некрасивое. Вот. Я, пожалуй, с этим согласна. То есть, наверное, на... всё-таки на январь он переезжает. Вот. Про курс, кто не знает, это курс самооценка, миф, путь любой, он, естественно, идёт онлайн. Да, как у меня всё, там будут прямые эфиры, будут упражнения. Недавно был марафон. Из марафона я выложу отзывы, посмотрите, да, как, что там у нас было. Вот. То есть, курс будет длиться три недели. С моей обратной связью будем работать с не самооценкой, а с принятием, и там много упражнений, и мы проясняем, как и почему самооценка миф, да, и как же, как же всё-таки находить эту опору в себе. Стоит пять двести. Приглашаю. Это пробный курс, пробный, так скажем, пилотная группа, небольшая, и следующий будет побольше, подороже, потому что он будет более полный, но я вас уверяю, что эти три недели вам хватит вот так, потому что мне есть, что вам дать. И группа, групповая поддержка тоже очень полезна, и моя обратная связь. То есть, я даю, группы будут маленькие. Вот сейчас у меня получается две, но я думаю, что их просто сделать маленькими, чтобы можно было работать с каждым. Если вы хотите попасть в группу, просто пишите мне, либо в личные сообщения, хоть в ВКонтакте, хоть здесь, и в Инстаграме, в Директе есть, ой, в Директе, в этой шапке, профиль, есть ссылка, самооценка, миф, будь любой, веду я, автор я, обратная связь моя, приглашаю. И все, друзья мои, хороших вам предновогодних вот этих вот мероприятий, всяких мечет, всяких планирований, я, конечно, еще к вам вернусь, потому что это мое любимое время, я фанат вот этого декабря, ноября, сейчас я приехала из Европы, где я прям подзарядилась этим Рождеством, наелась его вот этим вот джингл-бэнс, всякие там фонарики, горячее винишко, всякие там колено, рульки, колбаски, и вообще вот, у меня можно заряжаться, поэтому эфиры еще будут. Пишите, я в сторис создам опросник, пишите, какая тема эфира вам еще интересна. Все, друзья мои, пока мечтаю, пишу это так классно. Да, конечно, конечно, если относиться к этому как к игре. Все, друзья мои, пока завершаю, значит, так, завершаю ВКонтакте. Пока-пока. Завершить сейчас. Так. И здесь тоже, друзья мои, пока. Надеюсь, тут все сохранится у меня. Субтитры сделал DimaTorzok